любимые дорогие всем привет 2 октябрьская 9 15 октября недельный прогноз вновь цыганские гадальные карты три варианта можно загадать себя интересующего человека или проблему посмотреть как она будет развиваться если вообще как-то будет какие-то подсказки три варианта загадывать можно по кристаллам либо непосредственно по этим цыганским годальным картам которые я сейчас выложу возможно вам рубашечка бросится в глаза и вы поймете что этот вариант вот непосредственно ваш первый приятный сюрприз 2 приятный сюрприз 3 приятный сюрприз для третьего варианта соответственно 1 приятный 2 приятный и для 3 и 3 приятный сюрприз для всех вариантов и предупреждение предупреждение раз предупреждение 2 предупреждение 3 их раз еще раз натянул на что-то глаз да я вот на глаз раскладываю карты извините если не очень ровно выбираете по кристаллам либо непосредственно по картам и приступаем к трактовкам а на дне колоды что у нас на дне колода карта потери а ну давайте посмотрим на на дне колоду у нас карты игра в карты давайте посмотрим что же сулят нам карты на этой неделе первый вариант приятный сироп красота приятные сюрпризы для вас я кстати не выбрала но вот хочу этот вариант уже сразу хочу 1 приятный сюрприз карта любовь 2 приятный сюрприз за карта судья 3 приятный сюрприз карта вдова и предупреждение карта несчастье не не хочу наверное этот вариант а можете хочу давайте разбираться ну любовь в вашей жизни будет возможно начало этой любви положено у вас аж на прошлой неделе и аж на прошлой неделе к вам появился ваш любимый человек ваш загаданный партнер и сейчас у вас все вот развивается ну на прошлой неделе он скажем так мог просто всплыть а на этой у вас уже развитие отношений развития все этой прекрасной ситуации вы в целом на этой неделе будете окружены любовью морковью и все у вас будет хорошо в сердечных делах вы сами будете просто полны романтики полны эмоций будете просто вот летать 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 на от любви и это будет главная эмоция одного для вас на эту неделю на вас на вас это будет главная эмоция которая на вас снизойдет и будете прям вах-вах-вах эта карта скорее показывает именно эмоцию как чувство глубокое такое зарождающиеся полная которая полностью вами владеет чем конкретного персонажа ну вот конкретные персонажи у нас идут дальше на вторая карта эта карта судья вполне возможно что вот эта карта судья это и есть ваш избранник но я уж не знаю да у кого какой да такой седой лысенький может быть уже кое-где местами типа холмс вас появился седой волос сосите ватсона не отвлекайтесь вот так ладно я не буду отвлекаться я буду рассматривать дальше эти карты вот возможно любовь у вас вспыхнет вот действительно к такому судье не обязательно он прям реально из какой-то юридической компании с юридической сферы деятельности но это профессионал это человек возрасте ну там седой не седой лысый не лысый некоторые уже в 16 лет начинают сидеть так что как бы этот разброс большой ну это уже состоявшаяся личность личность ответственная личность много знающие много умеющие и вообще знающие что такое жизнь жизнь а что такое ну вообще нести ответственность отвечать за многое в жизни может быть это преподаватель не обязательно прям буквально судья опять же может преподаватель может быть просто какой-то человек начальник причем начальник такой скорее ну не обязательно прям прокурор но человек который корректирует ошибки других следит за правильностью действий других людей ну опять же контрольно надзорные органы бляха муха вот с одной стороны буквально ваша любовь человека оттуда из этих контрольно надзорных органов а либо какой-то преподаватель который до преподавание это тоже включает себя момент оценки контроля за успеваемостью и все такое прочее да то есть человек умеет контролировать других людей немножко такой авторитарный товарищ с одной стороны с другой стороны давайте отойдем от любви уже перейдем к не везет мне в смерти повезет в любви насчет смерти не знаю конечно хотя здесь есть карта вдова но в любви вам в любом случае повезет и даже повезет вот с этим начальником авторитарным да который вас все равно будет любить и обожать может ему трудно да в силу своей авторитарности характера в целом неких профессиональных уже этих извращений конечно профдеформации ему может быть довольно трудно как-то изменить себя может быть он какой-то негибкий товарищ но вас он будет любить обожать к вам он будет справедливо относиться и в целом все вокруг кто бы вокруг вас не находился да даже если вы загадали тут какое-то дело предприятия все вокруг проблему соответственно все вокруг в решении этого дела предприятия проблемы будут вас любить обожать и а если у вас на кону на на кону какие-то важные юридические вопросы на носу юридическое разбирательство сейчас не время экзаменов может быть но у кого-то сейчас могут быть какие-то но свои собственные мастер-классы до курсы и вот окончания по окончании вам нужно что-то сдать как-то проявить себя на то есть момент оценки здесь может идти так или иначе и вы будете влюблены в этих своих преподавателей эти ваши преподавателя будут также влюблены в вас на этой неделе опять же если у вас какое-то дело решение до решение дело дело решится в вашу пользу потому что до юридически в том числе или опять же если там от и к какая-то комиссия проверка и все прочее решится в вашу пользу потому что опять же повторюсь не только вы будете влюблены в этих ваших проверяющих но эти проверяющие просто очаруются тем что у вас видят вас и, естественно, решат положительно для вас. Может быть, конечно, и придётся вам немножко походить, поездить по рельсам, вернее, туда-сюда, да, строгое соблюдение техники безопасности, правил, буквы закона, духа закона и всё такое, какой-то режим, вот эту вот трудовую дисциплину, да, какие-то вот трудовые правила. С другой стороны, вот это решение вызрело не сейчас, вызрено, вызрено. Да, чтобы не вызрено, простите. Ну ладно, вот это уже не сейчас всё решено было, то есть ваше многолетнее служение, ваша многолетняя работа, если вы загадали здесь проблему, многонедельный какой-то труд, здесь будет оценён. То есть вот от того, что на этой неделе происходит, ничего не зависит, всё вы уже сделали до того, вот, поэтому здесь только вы получите оценку как таковую, то есть вы уже работали над ситуацией, уже решили проблему, сейчас мы получаем это решение. Для кого? Кто непосредственно загадал проблему, здесь эта проблема может быть решена тоже путём какой-то официальной комиссии. Уж не хочу вам воспугать слово суд, суд, не хочу вас пугать словом суд, но какая-то официальная комиссия, официальное авторитетное лицо здесь будет выносить решение, не хочу сказать вердикт, по этому вашему делу, этому вашему вопросу. Вот, так что всё окей, проверку вы пройдёте с честью. Дальше карта вдова. А, кстати, если вы сами проверяете, проверяющий вот такой вот, то вы с честью также пройдёте эту проверку, всех правильно рассудите, то правильно решите. Самое главное, вот здесь правила и правильность, это, наверное, основные слова в делах, да, опять же, чтобы всё соответствовало букве закону и духу закона, чтобы ни одна скотина, да, ни одна свинья, ни один свинья не подкопался. Вот, карта вдова, честно говоря, меня немножко вставят в тупик. Вставят в тупик, да. Куда вставят? В тупик. Позвольте вставить ремарку. И ремарк такой, себе вставь. Вот, да, сори за мой французский. Давайте, может быть, карту вдова здесь немножко дополним. Ну, кладбище посетить. Кому актуально, посетите. Да, я уже не первый раз это говорю и сама ничего никуда не посещаю пока ещё. Вот, давайте док достанем. Карта гадалка. Она вот чё гадалка сказала, да, сама посети кладбище, а потом другим говори. Посетит кладбище. Давайте ещё. Конечно, обращайте внимание. Карта удачи – это хорошо, конечно. Обращайте внимание на те гадания, которые вам будут выпадать. Да, тут, кстати, туз пик. Туз, не, не туз. Тройка червовая и туз крестовый, да. Обращайте внимание на то, что вам выпадает во всяких раскладах, на всякие гадания, если вы гадаете сами. Вот у вас это будет очень точные гадания, будут у вас получаться, если вы и сами, и если вы смотрите. Карта удачи буквально говорит о денежках. Ну, скажем так, давайте трактовать позитивно. С тем, что вы потеряли, вы получите компенсацию, какое-то вознаграждение. Если у вас нету тёти, её вам не потерять. Вот если вы кого-то потеряли в своей жизни, ну, скажем так, наследство какое-то получите от человека, который ушёл из вашей жизни. Давайте скажем, не вообще из жизни, а из вашей жизни. Все потери к лучшему, все потери будут вознаграждаться и восполняться так или иначе. То есть, если у вас случилась такая потеря, она уже случилась, и вы уже об этом знаете. А вот сейчас на почве этой потери вы можете в себе открыть некие экстрасенсорные гадательные способности. В общем, некая потеря вас сподвигнет, мотивирует, даст вам некий толчок, волшебный пинок, чтобы вы занимались там гадательными всякими практиками, да, то есть некое углубление во что-то большее, чем наша повседневная жизнь, вас здесь ждёт на этой неделе. Предупреждение карты несчастья. Ну, давайте всё-таки я вам скажу, что возможно, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, какая-то экстремальная здесь ситуация, но вещи будут спасены, деньги будут спасены, и самое главное, люди здесь тоже будут спасены, потому что мы здесь буквально видим счастливое спасение, когда из несчастья выходит, сам выходит и выносит другого человека. Так что осторожно. Выключайте электричество, закрывайте воду, выключайте газ, всё перекрывайте нафиг, хотя некоторые экраны лучше лишний раз даже не трогать. с некими экстремальными ситуациями вы можете столкнуться. Может быть, действительно, тьфу-тьфу, не дай бог, где-то пожар, или какая-то эвакуация тренировочная, в лучшем случае. Пришли в торговый центр, а там, блин, эвакуация, и вы такие, блин, да шо ж такое. Пришла в кино, а там эвакуация, ну, ё-моё, так неинтересно. Будьте осторожны, в том смысле, что вам самое главное, ваша задача на этой неделе заметить раньше других, если что-то такое начнётся, если начнётся какая-то техногенная авария, катастрофа, и всё такое. Имейте это в виду. Но, в принципе, здесь все будут спасены, и, может быть, даже с вашей помощью. Вовремя вызывайте всякие службы, вызвать МЧС, пожарных, и всё будет окей, и всё будет хорошо. Вот, всё, пожалуй. Счастья вам, любви, гармонии. Пусть, тем не менее, любовь будет главным в вашей жизни на этой неделе, да, пусть она покроет всё, и все тревоги уйдут, потому что любовь с вами, этот ваш судья, никуда от вас не денется, он ваше счастье. Забирайте его, этого вашего человека. Вот, может быть, он, кстати, просто тупо старше вас, да. Всё, пожалуй, счастья, любви, гармонии. Не хочу больше с этим судьёй, я тут, это самое, фигачиться. Сами разберётесь, кто он для вас. Пишите, пожалуйста, какие-то ваши отзывы, комментарии, да, интересно, этот вариант у меня вообще проиграется, нет, и вообще я ещё не определилась, какой я загадала. Сейчас все посмотрю, и тогда определюсь. Вот, спасибо за просмотр, я перехожу к следующему, ко второму варианту. Итак, вариант номер два. Смотрим приятные сюрпризы для вас на этой неделе. Вот, к сожалению, карта любовь выпала в первом варианте, но, тем не менее, на этой неделе вас ждёт желание. Давайте любовь закроем, чтобы она нам не сбивала нас с понтолыку. Веселье, ну, прекрасно, всё, хочу этот вариант выбрать. Так, верность и неискренность. Неискренность у нас, по-моему, выпадала уже в предыдущем варианте на предупреждение. Можно прямо оттуда кусочек вырезать, сюда вставить, но, тем не менее. Карта желания здесь выпадает. Вот, на прошлой неделе был вариант, когда я там и желание выпадало на предупреждение, я там говорила, что всё у вас хорошо, всё замечательно, всё прекрасно идёт. Единственное, что вы не ждите осуществления прям всех-всех-всех ваших желаний прямо вот здесь и сейчас, потому что желаниям нужно время для того, чтобы материализоваться. Вот, да? Так вот, на этой неделе наконец-то начнут у вас сбываться эти желания, которые были загаданы давно, но начали материализоваться вот именно сейчас, именно на этой неделе, да? С чем я вас и поздравляю. То есть, ждите осуществления ваших недореализованных желаний вот уже здесь, уже сейчас, уже вот прям сейчас, прям вот уже начиная с сейчас, начиная с сегодня-завтра буквально. вот, ну что, прекрасный вариант, мне кажется. Я думаю, что карта желания здесь даже её не надо особо трактовать. Как-то, да? А, ещё, как она у меня ещё проигрывается, бывает? Бывает, проигрывается, что ну, естественно, не теряйте время на просто вот тупое сиденье на попе ровно и ожидание, да? Когда мы сидим у окошка вот так вот пригорюнившись и подперев ручку щёчкой и просто смотрим в одну точку куда-то там вперёд, да? И ничего не делаем. Попробуйте деятельно вот это вот время ожидания провести, потратьте это время на себя. В принципе, если вы что-то ждёте по жизни, то, ну, попробуйте то, что вам доступно делать вот здесь и сейчас, в тот момент, да, когда вы находитесь. Допустим, о себе как-то позаботьтесь. Делайте себе новую красивую причесочку. Закажите себе какие-то серёжки, какие-то штучки на голову, типа там ободочек или ещё что-то. То есть как-то прихорошиться здесь можно. Можно здесь это всячески желание к себе приманивать, да? Вот как у неё это красное малиновое платье. Вот наденьте что-то яркое. Всеми своими фибрами, швабрами души, да? Вы должны показывать, всем своим видом должны показывать, что вы всеми фибрами, швабрами души ждёте этого желания. Что называется? Чтобы это желание, чтобы, вернее, осуществление этого желания прям клевало на вас, чтобы вы были вот такой вот клёвой, чтобы на вас всё клевало. Само бы к вам всё тянулось, да, и ручки, и ножки, и все остальные части тела у ваших тех загаданных партнёров, загадываемых. Вот, да, так что здесь можно прихорошиться, можно сообразно этому празднику одеться. Да, экзамен для меня всегда праздник. Профессор, как известно. Да, как в известном фильме было сказано. На вождение, по-моему, да, гайдая. Вот, то есть готовьтесь, готовьтесь к осуществлению этого желания, да, всё будет хорошо, готовься. Вот, дальше веселье, буквально встреча с любимым человеком, любовное свидание, эта карта нам сулит, да, естественно, готовьтесь, наденьте платье, ждите, в предвкушении будьте, в радостном предвкушении, все ваши желания осуществятся, будет всё весело, хорошо, спокойно, красиво, прекрасно, да, может быть, вы на танцы решите записаться с вашим партнёром, да, какие-нибудь бальные, или не обязательно бальные, эротические, но бальные они иногда тоже эротические, вполне себе. Вот, поэтому, да, всё здесь хорошо, вы найдёте, в любом случае найдёте, чем заняться с вашим партнёром. Может быть, даже вы с ним станете партнёрами буквально, причём даже не только в любви, в горизонтальном и вертикальном плане, но и в какой-то деятельности. Вот не зря я сказала про танцы, то есть по какому-то хобби вы с ним можете сойтись и в этом хобби как-то реализовываться вместе, да, ходить вместе на курсы какие-то, на танцульки, на какие-то хобби и всё прочее, да, на изучение языка, и всё, что угодно здесь может быть, да, всё, что вам подходит. Вот, то есть вы можете найти с этим вашим партнёром он не только, ну, да, в любви и счастье, но и некое общее дело вы с ним можете здесь делать, вы будете понимать с ним очень хорошо друг друга, будете, ну, вот, хорошей командой, как чёрная и белая, как ин, да, правильно? Нет, инь, вот, инь и ян, вот, это правильно, это правильно. Будете с ним как противоположности, которые притягиваются и дополняют друг друга. Ну, образ здесь тоже понятен. Вот, будете синхронно всё делать, координировать движения, понимать друг друга, да, в принципе, со всеми людьми, с которыми вы сейчас состоите в партнёрстве. То есть если вы загадали сюда дело-проблему, готовьтесь к решению этой проблемы, проблема вполне решится на этой неделе, либо очень серьёзно продвинется. В этом вам поможет какой-то партнёр, ну, и ваше всё желание, соответственно, да, вот, вы прям дышите, вы прям светитесь этим желанием решить эту проблему, это дело сделать, ну, и вы найдёте себе такого партнёра, который вам очень даже поможет, и так же, как и вы, горите желанием решить эту проблему уже наконец-то, и так же вот он весь светится, и вы с ним будете отлично работать в паре, ну, и вообще в группе, да, давайте шире возьмём, ширше возьмём, шире возьмём, тоже в группе вы будете хорошо со всеми партнёрами понимать друг друга, да. Партнёры могут быть случайные абсолютно, да, просто вы ситуативные, скажем так, вот сейчас вы делаете это дело, достигаете общую цель, вы хорошо срабатываетесь, ну, в том числе и на работе, тоже со всякими разными напарниками. Дальше идёт карта верность, вот такой верный друг, да, кстати, это же карта дружбы, вот возможно, что если вы с таким напарником встречаетесь, завязывается у вас какая-то, ну, то есть какое-то деловое предприятие совместное, а дальше это перерастает в серьёзную, очень даже серьёзную дружбу, то есть с кем-то начали, ну, не то, что за здравие окончили, за упокой, начали вы с какой-то, ну, просто с деловых отношений, а потом завязалась крепкая, сильная, стабильная дружба. Причём здесь не очень, как бы, карты перетекают друг к другу, но в целом, да, здесь не такая колода, чтобы карты там переходили одна в другую, рисунок, но здесь интересно, что вот этот вот крест, он как-то вот... Короче, как будто вот эта вот штучка, да, вот от листва здесь нарисованная на карте веселья, она как-то вот очень совпадает с картой крест. Такое ощущение, что это его продолжение этого креста, да, а хвост от фалда, фрака этого чувака переходит в собачку, да, то есть чувак явно станет не просто каким-то официальным лицом в вашей жизни, а вашим другом на перспективу. Ну, соответственно, то, что я вам и говорю, да, дружба на всю жизнь, вот, здесь эта карта говорит. И, в принципе, вам сулит на эту неделю, и, в принципе, вы здесь зарекомендуете себя как верного друга для своих людей, ну, своих близких людей. Вас будут так оценивать, так воспринимать. Вы так себя проявите. Вот. И другие окружающие, да, другие люди окружающие также будут демонстрировать, всячески показывать свою верность. Вы поймёте, что вы не Адони, у вас всегда есть друзья, у вас есть, кому вас поддержать в любом случае, да, то есть верный друг, старый друг, лучше новых двух, но тут и с новыми друзьями вас ждёт тоже долгая, длительная дружба на всю жизнь, и вот эти новые друзья также очень скоро станут для вас уже прям старыми, закадычными друзьями. Ну, всё нормально, да, без особых эксцессов, всё спокойно здесь идёт, и, в принципе, поддержка людей есть, контакты есть с окружающими, вы друг друга все понимаете, работаете как одна команда, осуществление желаний, ну, и всё нормально, да. Особых денег, может быть, тут нету, пока сейчас на этой неделе. Ну, деньги выпадали часто на прошлых неделях, поэтому не всё же деньги-то, не всё же бабло-то хапать. Иногда нужно и просто отношениями заняться, вот такая чисто отношенческая неделя для вас идёт. Ну, и карта неискренно здесь говорит о том, что вы будете видеть неискренность в отношении вас, то есть понимать, когда человек говорит искренне, когда человек не совсем искренен, кто для вас друг верный, кто для вас не очень друг, мягко говоря, враг, потому что, да, я говорила, что я только не сразу поняла, что здесь кошка, которая шипит, да, и огрызается на змею, которую внезапно увидела, да, вот на этом ящике, собственно. То есть вы, может быть, действительно увидите человека в вашем окружении, который для вас не совсем друг. То есть вы его вычислите, вот правильное слово, да, вы вычислите вот этого самого человека и, в принципе, будете чувствовать неискренность в отношении вас. То есть фальшь вы на этой неделе очень хорошо чувствуете. Вот, что, пожалуй, вот такое вот предупреждение, что вам делать с этим человеком, ну, может быть, имеет смысл, да, в прошлом, на прошлой неделе, в прошлом гадании тоже говорила, что, в прошлом недельном гадании, говорила, что можно человеку это прямо вот впрямую сказать, да, то есть не доводить до прямого противостояния, но как-то намекнуть, что вас особо-то не проведешь, и если человек вам говорит неправду, можно его в этом уличить. Можно немножко так вот намекнуть, что, а на самом-то деле там то-то-то, да, на самом-то деле я в курсе ситуации, я все понимаю, да, у меня все под контролем, у меня есть своя информация, свои информаторы, ну, то есть только не выдавайте своих информаторов-то. Вот, у меня есть своя информация, поэтому, да, лучше с вами не... ну, вам не врать лучше лишний раз, потому что, да, с вами не играть ни в какие игры, потому что это бесполезно, потому что вы все прекрасно видите и знаете. Вот, и сами постарайтесь тоже быть предельно честными, откровенными, ну, не прям не откровенными, да, вот встречаешь человека и начинаешь ему все выкладывать первого друга, да, партнера какого-то встретил и всю биографию ему рассказал прям сразу. Может быть, вот до такой, такого потока не надо опускаться, да, сразу вот потока искренности, может быть, да, кранчик надо прикрыть вовремя, но самое главное для вас также все искренне, правильно говорить на этой неделе, все как есть, да, вот все как есть. Если вам задают прямой вопрос, то ваша задача прямо как есть ответить на этот вопрос, да, вот глядя в глаза, глаза в глаза, чтобы все было честно, чисто, спокойно, и вы чтобы были чисты перед людьми и совестью права, вот эта вот фраза, которую я часто цитирую, да, чтобы никто не смел вас ни в чем упрекнуть, потому что вы на самом деле хороший человек, верный друг, честный друг и вообще, да, и вообще достойны всяческого веселья и доверия, вот, да, так что прямой вопрос, прямой честный ответ, но лишнего о себе тоже не рассказывайте, потому что всякие неискренние, нечестные люди могут этим воспользоваться, вам что-то наврать, а в худшем случае, пардон, переврать это в пересказе третьим лицам, да, вы кому-то что-то скажете, а они потом переврут все, и потом это самое, и все будет не так, да, и потом пойдут вашему кавалеру там в уши все это петь, да, или иногда вот что-нибудь тебе такое скажет, ты удивляешься, откуда этот человек взял, спрашиваешь, откуда ты это вообще, откуда вы это взяли, вот, а тебе говорят, а ты мне сама сказала, ну вот откуда, да, откуда это может быть, да, как я могла это сказать, если это вообще неправда, если это не соответствует действительности, с какой вот стороны, но это будет, да, с какой стати, вернее, это будет мной сказано, если это неправда, если это не есть так, да, то есть даже если люди выдают желаемое за действительное, ваша задача здесь быть искренними и, ну, намекнуть, что вас все равно не обмануть, и вы знаете правду, ну, наверное, бодаться особо ни с кем не надо, если человек заблуждается, то и хрен с ним, это его проблемы, вот так здесь тоже можно сказать, да, потому что вы можете на ровном месте огрести конфликт какой-то, если человек заблуждается, вы хотите прям вот во что бы то ни стало, рвя рубаху на груди, доказать ему какую-то правду, ну, может быть, до конфликта у вас такого вот и дойдет, да, будете друг на друга шипеть и огрызаться, а вам, чтобы нервы поберечь, может быть, плюнуть на это, и хрен с ним, да, если человек врет, то себе самому и вам тем более, то и хрен с ним, пусть сам остается в своих этих заблуждениях, в которые сам верит, сам придумал, сам поверил, что называется, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, вот договорилась я уже до такого совсем крайнего негатива, но надеюсь, этот негатив вас не тронет, да, вас ждет осуществление жляний на этой неделе, решение ваших проблем загаданных и не только загаданных, да, встречи, веселье, осуществление ваших желаний, да, оно само по себе уже как веселье, вот все, пожалуй, спасибо за просмотр, праздника вам, веселье, счастье, реализации всего-всего, а я сам выучу, а я перехожу к третьему варианту, итак, третий вариант, смотрим, приятные сюрпризы для вас, это карта надежда, мой компас земной, давайте прикроем эти предыдущие, ух ты, карта офицер, карта дом выпадала на прошлой неделе, карта письмо, давайте, может, с письма начнем, ждет вас, как предупреждение, ждет вас некое сообщение с важной информацией, но для вас также важно, во-первых, правильно, корректно понять, расшифровать это сообщение, особенно, если человек написал на каком-то другом языке, если там реально какая-то шифровка, да, чтобы не прочитали третьи лица, если там какой-то завуалированный третий, десятый, пятый, десятый смысл, второе дно, вот ваша задача понять и месседж, соответственно, и послание, и в целом ситуацию, которая вокруг этого послания складывается, извините, вот так сложно, да, то есть в какой ситуации это писал человек, с каким посылом, что он вам хотел сказать, может быть, он хотел вам сказать совершенно противоположное, что он на самом-то деле написал, да, то есть смотрите по ситуации, да, circunstance, смотрите вот это все окружение этой ситуации, с одной стороны, с другой стороны, берегите переписку, чтобы она была скрыта от других лиц, здесь вот письмо запечатанное, да, так что не делитесь никакой информации, никакой инсайдерской информации, не делитесь, не надо ее сливать вашим потенциальным конкурентам, третьим лицам и все такое, то есть получили сообщение, получили информацию, в том числе инсайдерскую, держим это в секрете, держим это в тайне, ну, партнерам может быть и можно сказать, но только самым-самым, кому вы доверяете, ну, даже те, кто доверяют, они могут неосознанно это кому-то передать, выболтать и все такое, да, то есть неосознанно слить этот ваш инсайд и он просочится куда-то не туда, вот так здесь говорит эта карта письма, короче, все, что получили, всю информацию, сообщение, личная переписка, постарайтесь это все держать в тайне, да, вот я аж позагибала пальцы, постарайтесь все держать, в тайне, чтобы никто, кроме вас, это не узнал, если узнает хотя бы еще одна душа, да, узнает один, узнают все, как обычно, да, потому что карта письмо, письмо здесь запечатано и оно всегда предупреждает о сохранении тайны, ну, карта надежда говорит о том, что давайте перейдем к позитиву, к тому, что все-таки ваши надежды рано или поздно исполнятся, осуществятся, не бросайте, не теряйте ваших всех желаний, да, не теряйте мотивации, вот ваша задача делать поступенчато, верить в какое-то развитие, идти в том же направлении, верной дорогой идете, товарищи, делать все то же самое, да, вот делать, делай, что должно и будь, что будет, вот это должен быть ваш девиз, вы должны верить в некое решение вашей проблемой, да, вот цепляться всячески, как вот некий якорь, да, вот за некое решение впереди, не прям сейчас осуществятся ваши желания, скорее всего, не прям сейчас осуществятся ваши какие-то проблемы решаться, если вы сюда непосредственно проблему загадали, но надежда есть, да, не думайте, что все бесперспективно, да, никакого сиреневенького бесперспективника у вас тут нет, у вас все должно быть хорошо и прекрасно, да, у вас должен быть сиреневенький перспективняк, здесь у нас надежда это в таком даже сиреневом облачении, корабль здесь бежит в волнах на раздутых парусах, да, ну, походу он уплывает, но почему-то корма, да, корма в эту сторону плывет, а паруса дует в другую сторону, ну уж извините, как нарисовали называется, да, эта кошка приходит, нет, эта кошка уходит, а почему у него два глаза, ну вот, в глазах двоится называется, да, разговор в баре, вот, это анекдот такой был, разговор в баре, поездки, путешествия для вас будут очень перспективны, и вообще, надежда с картой корабль, это говорит о больших перспективах в жизни для вас, вот, особенно по выборной какой-то проблеме, офицер вам в помощь, вот в прошлом варианте там, а, в первом варианте был судья, во втором варианте там был веселье, тоже кавалер было, ну, здесь выпал мужик, офицер, в качестве офицера, да, вот такой вот ваш помощник, верный исполнитель у вас будет, возможно, это мужчина будет, если вы загадали какое-то дело предприятия, проблемы и все такое, вот, если вы не загадали судодело предприятия, да, просто для вас важны, важна своя собственная личная жизнь, вот этот офицер может быть вашим таким вот тайным поклонником, который за вами ходит постоянно, то есть, буквально за вами ходит некий человек, некий офицер, ну, дай бог, чтобы не из спецслужб, да, вот некий к вам приставлен человек, который от вас не уходит, давайте скажу, что это все-таки не ваш надзиратель, а все-таки это ваш помощник, который будет исполнять все ваши поручения и где-то даже предупреждать ваши желания, чтобы их исполнить и чтобы у вас все было хорошо, то есть, я воспринимаю это как некое обязательство, да, как некие обязательства перед вами у кого-то, который человек будет исполнять, исполнять точно, неуклонно, возможно, это даже с работой как-то связано, да, то есть этот этот человек, ну, курьер, не курьер, но этот человек связан с вами может быть какими-то договорными обязательствами, то есть, вы договорились, может быть, даже друг ваш будет, но он будет вам служить именно потому что, ну, вы так с ним решили, так договорились, да, ну, Может быть, у вас с ним какой-то контракт, извините, я не знаю, что у вас там. Но как-то человек этот будет вам помогать, вас всячески защищать. То есть карта защиты все-таки этот офицер. Ваша задача не давать повода всяким представителям спецслужб, правоохранительных органов к вам как-то прикапываться, не давать повода за вами наблюдать и какие-то претензии вам высказывать. Чтобы все у вас было нормально, спокойно, по закону, чтобы комар носа не подточил. Дальше карта дом просто замечательная и прекрасная. Здесь все у вас будет хорошо. Также выпадала в одном из вариантов на прошлой неделе. Я думаю, что если этот вариант ваш, если у вас тоже дом выпадал, то также дом остается местом силы для вас, местом гармонии для вас. Вам там хорошо, спокойно, набираетесь энергии. Дома, я даже не знаю, вам ничего не надо особо делать. В том смысле, что не надо там убираться, делать какую-то генеральную уборку, что-то там переставлять, переделывать. Вам там и так хорошо, и так все нормально. Но если хочется, конечно, немножко что-то обновить, можно обновить, но не обязательно сильно этим заморачиваться, потому что дома вас всегда поддержат, помогут. Если у вас муж офицер, он вообще горой за вас, он вам поможет с этими, со всеми вопросами разобраться, что-то подскажет, если нужно. Да, если он шарит, если у него есть какие-то связи. Да, так что прислушивайтесь к вашим домашним, особенно если они офицеры и как-то связаны со всякими структурами военными, правоохранительными и прочими. Да, шпион пяти разведок, если у вас дома живет, то вот все прекрасно, вы под защитой, он знает, как себя вести, как вам помочь, если что. Вот, но в принципе не надо вам вот это, всем этим заморачиваться, потому что дома все хорошо, все прекрасно, хорошее здоровье, хорошее самочувствие у вас, хорошее самочувствие у ваших домашних. Ну и все прекрасно, все хорошо, дом полная чаша, место силы и все гармонично у вас, вот, да, все, что я вам могу сказать. Если у вас есть надежда за арканец, некого офицера, переехать жить к нему, купить с ним вместе дом, квартиру, дачу, то вы вполне можете осуществить эти ваши планы на вашу недвижимость. Ну и вообще, если вы загадали сюда проблему, связанную с недвижимостью, вам здесь помогут некие официальные лица, чтобы решить, наконец-то, эту проблему с недвижимостью. Вот, единственное, что, да, вот именно проблема с недвижимостью может решиться уже сейчас, уже на этой неделе. Ну, в смысле, основное будет сделано, то есть окончательно, может быть, еще не закреплено, но основное может быть сделано благодаря помощи некого офицера, да, как вариант. Либо должностного лица просто, вот. А так, в основном, в принципе, серьезные какие-то проблемы, решение проблем откладывается на перспективу, но варианты хорошие надо брать. А сейчас у вас все спокойно, все гармонично, все как идет, так идет. Вот проблема решается по мере, да, по мере возникновения, по мере того, как оно должно идти само, да, по вот этой вот, по вот этой именно структуре решения проблемы. То есть постепенно, поэтапно все у вас будет решено, даже если не сейчас, не прям на этой неделе. Но все вы делаете правильно, верной дорогой, и все будет прекрасно впереди. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии. Спасибо картам, было интересно. Спасибо вам за просмотр. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока, хорошей недели. Постараюсь почаще использовать эту колоду впредь. Продолжение следует...